На свете всего три вещи вам никогда не изменят. Собаки, пончики и деньги. Но только деньги лучше. Геннадий Викторович, у вас какие выясновки из этих в видео, которые вы переглянули, из этого всего скандала? Хамство высокопосадовцев? Я увидел, кто набивает тюрьмы часто невиновными людьми. Если вот такие люди руководят следствием, руководят правоохранительными органами, часто они в их бреду приходят в голову, а посадить побольше для галочки. Потому что, насколько я слышал, что сама должность придумана под этого человека. Соответственно, то, что он складывал структуру для ублажения себя, своего эго, но при этом сажают же очень много невиновных. То есть под хопок. С наркотиками борются все, наркоманов ловят. Но я встречал людей, которые не похожи на наркоманов. Или наркодилеров. Но они попадали либо в следственный изолятор, либо даже на Лукьяновку на 60 дипорэшту. Потом их выпускали. И теперь я просто увидел, я раньше не интересовался, я сейчас увидел лицо этой борьбы с наркоманами. Как он может бороться? Образования толком нет, послужного списка нет. Это значит ор, крик. И те рассказы, которые мне часто рассказывали бизнесмены, говорят, что те, которые стыкуются с полицией, не будем их называть, но они говорят, что с утра вынюхивают все вещдоки и идут кошмарить бизнес. Почему, выйдя из тюрьмы, я сказал, весь бизнес в опасности только потому, что у него есть деньги. Всем людям могут подкинуть наркотики. Вот он в таком состоянии, вполне в состоянии подкидывать наркотики. И другие, там же есть еще следственное дело, я столкнулся только с Печерским РОВД, с заказными делами. Но они же все в таком состоянии находятся. Все в состоянии кого-нибудь кошмарить, у кого-нибудь что-нибудь забирать. А если это еще и под наркотой делается? Потому что мы же видим психически ненормального, не знаю, там проводили обследование. Человек, который всю жизнь занимается наркотиками, из России приехал, а здесь возглавил наркоотдел. Я вообще не понимаю, как он туда попал. Хотя сейчас уже просачивается информация. Поэтому мы все в опасности от таких силовых структур. Ослаблять надо. А когда наша администрация президента начинает усиливать их старыми кадрами, призывая их на службу, только с одной целью. Надо закошмарить Порошенко, надо посадить Медведчука. Но при этом эти же люди начинают сажать всех остальных и распускаются, как вот этот вот человек. Потому что там же еще другие есть, которые творят такое же самое. И на сегодняшний день надо смотреть уже на вот таких людей и на саму полицию с точки зрения опасности для общества. Сегодня полицейские, я считаю, особенно вот там Печерский РОВД, Печерский суд этот долбанный, они опасны для общества. Не знаю, как там, портного подсанкции отправили? Там весь суд надо отправлять подсанкции. Они были готовы. И они абсолютно правильно так, здаясь, себя вели? Здесь я вот соглашусь с коллегой, что они были готовы. Они очень правильно себя вели, потому что они вели съемку. У них здесь такая камера висит. Так они завжди ели здесь? Нет, они спокойно отвечали, они не боялись начальства. Они его останавливали специально. Не один раз, наверное, и он выходил из себя. Я думаю, они даже знали, что он. Да, они знали, кто он, что он, его сбивали. Это действительно его торпедировали. Способно ли наше общество нести ответственность? Потому что смотрите, как речник Авакова сказал, мне Аваков здесь ни при чем, он ничего не знал, он министр. А это его заместитель рядом держит вот это чудовище и ни за что не отвечает. Дальше за Авакова уже Кива выступает. Говорит, да, это же его Зеленский навязал. Позвонил, заставил его взять этого человека. Потом выясняется, а это, оказывается, помощница Зеленского, наверное, порекомендовала. Значит, они там дружбаны какие-то. Весь вопрос общества на сегодняшний день, к сожалению, не способно влиять на это. Вот разве что через социальные сети. Дальше. Сама администрация со своими проверяющими органами не способна влиять. Ну тогда у нас внешнее управление. Тогда американцы отлично влияют. Вот вам санкции на этого. Вот вам указывают. Вот этого уберите. И самое главное, назначьте САП. И я призываю людей подготовиться с попкорном, потому что 22-й год, это будет год посадок многих чиновников. И многих друзей, кстати, Зеленский приведет на скамью подсудимых. Возможно, и свое ближайшее окружение. Потому что они не понимают, как за ними сейчас следят. Сколько за ними следят. И сколько вот таких папочек, съемочек уже лежит и ждут своего часа. Потому что назначение кумовьев, которые занимаются не тем, чем надо, а зарабатывать денег, сегодня находится под надзором такого количества органов, что туда вообще страшно подходить на эту должность. А они прут туда. Поэтому они еще будут нести ответственность, что их будут гонять хуже, чем Саакашвили по всему миру. Идеальны соперники для Зеленского. Все вот эти политические труппы. Все равно, что опросы на кладбище проводить. У всех этих политиков нет будущего. Тем или иным способом они уйдут с политической арены. В силу возраста хотя бы. Но как Смешко мог добавить рейтинги? Что он делает вообще? Где он? Смешко-Гордон? Это же смешные рейтинги на самом деле, потому что вставляют вопрос одни и те же политические труппы. Я согласен, что Порошенко борется, что-то там у него куча уголовных дел, он что-то страдает, но антиолигархический закон его добьет вместе с политической силой. Надо объективно смотреть будущее. А вот что касается референдума, который предложил Зеленский, так это из той же самой оперы снятия с себя ответственности. Спросить у мудрого народа вы точно не в себе, потому что народ не в состоянии оценить ситуацию на Донбассе, оценить ситуацию с Россией и с Европой и с Америкой. Просто политическая элита, которая получила 73% голосов, должна вести за собой народ, должна вырабатывать стратегию и тактику. Но спрашивать у народа это то же самое, снять на себя себя ответственность. Вот этот народ сказал так, мы там сманипулируем, мы подскажем народу, как голосовать. Я вспоминаю этот референдум знаменитый в 1991 году. 93% за Советский Союз, потом 93% за развал Советского Союза. Поэтому все это вопросы манипуляции, у людей спрашивать такие вещи нельзя, в силу их политической незрелости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова